Агроном в каждый дом Так, ребята, хороший вопрос, девчата, ребята. Крайний срок обрезки осенью и весной. Значит, весной надо успеть обрезать виноград до набухания почек. Вы видите, как дружно пошла в этом году весна, да? Дружно пошла. Поэтому уже сейчас виноград открыли многие и начинайте обрезку. Пока, потому что если обрезать, когда почки набухли, это у вас потечет сок. И если вы боитесь, что потечет сок, то я же не могу сказать, какая дальше будет погода, теплый или заморозок. Вы замажьте раны садовым варом, чтобы меньше истек сок из винограда. Значит, старайтесь до набухания почек весной. Осенью, к октябрю примерно. Как к октябрю, да? Садила кусочек винограда, но он такой вот, как бы раскидистый песок. Вот кельчевание сейчас можно произвести. Он у меня, вы понимаете, я просто случайно как-то резанула, и он у меня вот такой вот. А он что, он уже начал распускаться? Да, он уже распустился, я его в воде держу, но корней, как правило, нет. Нету, нету, маленький очеренок просто. У меня опыт есть, вот размножение. Попробуйте, попробуйте. Прокельчевать можно. Попробуйте кельчевание вот это борозы сделать, и попробуйте вот тепленько, чтобы тут было тепло. И так стоит уже батарея у меня прямо на подоконнике, там теплые, там у меня цветы не выдерживают. Да, да, ну вот дело в том, что... И еще вопрос. Ага, как мы сказали, что вот в опилке, а потом куда? Вот он у меня в опилках стоял. В опилках он должен постоять хотя бы месяц, да, 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 во влажных опилках, да. Намочить вот здесь вот в этот, в ростовой порошок, да, и это самое. А это какой сорт? Ой, вот это мне, это мне дали, я даже не знаю какой сорт, это из Липецка. Ягоды вот такие вот, вот такого размера. Но бывает, что в кисти все красные, одна-две зеленые. Плотная кожица, вкус хороший, сладкий. А куда-нибудь тянет? Ради бога, можете забрать. Дядь, пожалуйста, цветет виноград, цветет. А плодов нет, ягоды почему-то... А значит, опылитель нужен, значит, у вас сорт самобесплодный. Бывают такие сорта, вот сейчас где-то у меня тут был... Так, где-то, где-то, ладно. Есть сорта, есть сорта, которые имеют только женские цветки. Вот мне, я сказал, сорт таежный, только женские цветки. Надо рукавичку одеть, какую обычную рукавичку, такую мягенькую. И пыльцу с другого сорта, на него, просто видно, у него просто женские цветочки. Вот, как вот у сорта таежный. А если ягода высыхает, в грозе ягода высыхают... Это мельдио, это мельдио. Вот это что... Дерево обрезать совсем ее, вырезать дерево это совсем. А зачем? Нет. Побрызгать его, да? Ну да, вот эти вот обработка хома. А то простенькие, черненькие. Черненькие. Сохнет, и много-много, да, сохнет. Много сохнет. Неустойчив к мельдио, да-да-да, просто неустойчив. Побрызгать 1%? Да-да-да, 1% и чтобы он не загущался. Это весна. А вот на винограде вот эти вот хвостики, которые... Усы. Их надо обрезать, да? А зачем? А пусть они не мешают. Нет, они не мешают. Это для того, чтобы он цеплялся за веточки. Да-да, это у него приспособление. Это ли она, их не трогает. Просто после усика, уже знаете, как усик образовался, да, после усика уже не будет кисточки. Там уже можно смело оставить 10 листиков и обрезать. Дальше уже не будет у вас урожая. Вот. И верхушечку вы уже в конце августа обрежете, и тогда эти кисти скорее созреют. Я вам даю сорта, те, которые... Те сорта, которые я еще помню и знаю по темирязевке. Но сейчас же много сортов новых появилось. Поменять рукав. Вот эту веточку оставили, а рукав обрезать. Когда его можно сделать? Осенью. Вот это вот. Так. Я вас сначала задам спрашиваю. Да-да-да-да. Да, сейчас мы с вами рукава эти... Сейчас. Где-то не... Сейчас, сейчас... Не-не-не-не. Вот он. Вот мы говорили, вот эту мы оставляем. А я оставила с осенью еще. Он у вас уже такой, как я показывала, лоза, древесневшая, да? Да. А древесневшая? Нет, она с осени только вот он в том году начал расти и вот остался. Что, он поздно осенью начал расти? Нет. Мясное выросли. Нет, если он такой одревесневший, как я вот вам показала, если он такой одревесневший, вот вы его сейчас оставляете на руках. А вот этот рукав отрезать сейчас или до осени оставить? Нет, ну если хотите урожай собрать, то это самое, если вам еще урожай нужен. А осенью тогда вот так обрежете. А этот, а этот сделайте сейчас уже вот так вот наклоните, как рука, вот этот сейчас наклоните, как рука. Оставьте сантиметров 50-60-70 максимум. Длины не надо. И две трепочки наверху, из которых вот это звено сделаете. Все понятно. А можно и прямо весной обрезать? А можно и сейчас его обрезать, да. И только замажьте садовым варом, потому что он, да, все-таки тут ранка будет большая. Так, и еще вот, в этом году у меня один, ну другой куст будет, четвертый год, он будет плодоносить. Так вот эти самые, как сказать, узлы, эти почки сколько, 40-20 оставить почек. А, на плодоношение? Ну вот просто посчитайте вот на этой длинной лозе. Так учитывать и вот эти вот, которые будут вот эти расти, тоже их учитывать. А сучки-сучки замещения? Да, есть, да. Да, да, и эти почки, и эти почки учитывать. Их учитывать тоже. Да, 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 да. Их уже учитывать. А, скажите, ремонтантная малина красная, какой сорт? Ремонтантная красная малина, да? Да. Значит, мне очень нравится, очень нравится, во-первых, желтое, оранжевое чудо, мне нравится. Из сортов Ивана Васильевича желтые. Она рано созревает, вкусная, сладкая. Только ее не надо сажать опять где-то в тень, иначе тоже на ней появляются болезни. Из красных сортов Брянская Дива мне нравится, Брянская Дива, но последние годы Брянская Дива почему-то дает сразу двойняшку. Ягода, вот как только, пока нету жары, вроде идет нормальная ягодка, как только жара, сразу вот два стержня и двойняшка ягода получается. Вот такое появилось. Хотя на плантации у Сергея Николаевича нашего такого пока нету, у меня уже появилось такое. Так, на Брянской Дива. Вот, теперь поклон Казакову мне нравится. Пусть ягодка поменьше, чем Брянская Дива, она красненькая. Поклон Казакову хороший сорт, ремонтантная, да. Я пробовала еще прививать, вот у меня как-то вроде почка пошла, а потом идет и сорт. Как пробовала, не так я что-то делаю. Пребывала в расщеп. А в расщеп, вот вы когда делаете, да старайтесь, чтобы к краю, потому что камбий находится между корой и древесиной. Так вот, черенки у меня забрали камбий, вот тот, который активные клетки между корой и древесиной. Если вы в центр, в паренхему ставите, оно не приживается. Он сначала за счет своего запаса распустится, а потом усохнет. Надо краешку. С одинаковыми диаметрами, чтобы прямо вот... Краешку, да. Что-то несовместимость может быть. А может, может, несовместимость. Может быть, условия засушливые тоже. Вот тут еще не очень. Вот расскажите мне, как адресы корейки. Если честно сказать, у меня лещина дома растет, и я выпиливаю только очень старые кусты. Только выпиливаю очень старые ветки, очень старые. Или ветка идет внутрь куста. То есть тут принцип тот же. Чтобы свободно освещалась, свободно освещалась каждая ветка с разветвлениями. Чтобы не было, чтобы ветка скрестилась с веткой. Чтобы ветка не лежала над веткой. Подход тот же самый, что и у плодовых деревьев. Чтобы снять... Чтобы снять конкуренцию за свет. Винограду 4 года, что надо обрезать? Что обрезать, когда винограду 4 года, и когда он плодоносит. А вот то, что мы говорили. Лоза. Лозу, вот та лоза, что выросла в прошлом году. Ее надо укоротить сейчас на 5-6 кочек. Эту лозу. Да, на 5-6 кочек. Прошлогоднюю лозу укоротить. Потому что если человек не формировал ничего, я ж не могу без куста это увидеть. Надо видеть куст его. Но лозу, которая выросла в прошлом году, однозначно надо укоротить на 5-6 почек. Как быть, если проводников стало много, у яблони сразу 4. Все равны длины, и все раскинулись, нет вертикального. Опять же, если проводники еще травянистые, то их надо один оставить вверх. А эти, если они не одревеснели, вот так хотя бы отогнуть. А если уже одревеснели, то хотя бы один в этом году выпилить. А на следующий год другой лишний выпилить, рану замазать. То есть сразу нельзя все выпиливать или все отгибать, если они уже не отгибаются. Значит, там подход такой. Проводник растет вертикально, да? А надо, чтобы был один вертикально, и от него отходили боковые. Если растет вертикально, то это будет 5-6 метров. Дерево вверх идет. Стоит ветку мне отогнуть, она прекращает рост. Если мне ветка не нужна, как скелетная, мощная, я ее отгибаю под 60 градусов. Вот так, как моя рука сейчас идет. А если ветка нужна на плодоношение, чтобы только урожай был. Она не скелетная. Я ее отгибаю вот под 90 градусов, и она вся покрывается плодушками и плодоносит. То есть вот с этими четырьмя проводниками надо разбираться. Значит, скажете, если не одревеснели, отгибать. Если одревеснели, хотя бы один выпилить в этом году, второй на следующий год. Косточковые осенью прикапывают, да, сажают весной. В отношении посадки косточковые лучше сажать весной, а с осени прикопать. Но опять же, как зима будет. Если зима нормальная, косточковые можно и с осени посадить, как в этом году. А вот если зима суровая, то лучше их с осени не сажать. Они подмерзают сильнее. Слива подмерзает, вишня подмерзает. А персик тем более. А сейчас и персики умудряются выращивать. Смотрите, саживает закрытый корневой системы. К сожалению, не написано, чей саживает. Рос в горшке. Значит, корень не пострадает при посадке в грунт? Нет, нет, нет. Нужно укорачивать? Нет, ничего не укорачивать. Прямо с комом в земле пересаживать. Я укоротила смородину при посадке. Посадила наискосок. Она принялась, распушилась. Но потом стала сохнуть. Ни в чем не ошиблась. Все правильно. Она сделала, но личинки майского жука погрехли корни. Это только-только это может быть. Чтобы куст усох, черная смородина. Красная. Красная. Личинки майского жука. Потому что красная она более заскоустойчивая. Продолжение следует.